Весеннее обострение экстремизма на Майдане. Зазвучали призывы убивать людей, которые носят георгиевские ленточки. Символ борьбы с фашизмом, концлагерями, знак за личное мужество, героизм и доблесть. Теперь в Киеве хотят сделать мишенью для снайперов. И нацистское приветствие Сашко Билова, который объявил, что идет на президентские выборы, это теперь новые политические реалии на Украине, которая потеряла в войне с нацистами более 8,5 миллионов человек. Если там находится российский гражданин с георгиевской ленточкой и орет, срывает наш флаг, ему надо стрелять в голову, потому что это враг. Стрелять в голову русским предлагает украинский миллионер Геннадий Балашов, предприниматель-беспредельщик, как он сам себя называет. И Майдан, который всячески открещивается от радикалов, аплодирует. Молодец! 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 Следственный комитет России намерен заочно предъявить Балашову обвинение в призывах к экстремизму и к убийствам. Но лозунги и восторг толпы показывают. Вот кто проголосует за радикалов. Лидер украинских националистов Дмитрий Ярош перед президентскими выборами пытается набрать респектабельности. Деловой костюм, умеренная риторика. Политологи уверены, его компанию оплатят олигархические структуры Украины. Частному бизнесу тоже, похоже, придется вложиться. Вот что пишут в соцсетях. Переворот сознания или интересное про революцию. У знакомого бизнес в Киеве после Майдана пришли ребятки от команданта Яроша и сказали, что прокурорам и ментам больше можно не платить. А платить теперь будешь нам на революцию. Вот такие вот бойцы сопротивления. И огненные крылья, и зеленые доллары. Правый сектор! В фашистской Германии этот жест сопровождался фразой «Зик Хайль». На Украине теперь сопровождается двумя другими словами «правый сектор». С такой символикой в президенты собрался и этот персонаж Александр Музычко. Тот самый Сашко Билый, что убивал российских солдат в Чечне. Раздавал подзатыльники прокурору. Явился с автоматом на заседание областной рады. В России против Музычко возбуждено уголовное дело. Но на Украине он идет во власть. Скорее всего пойду на президентские выборы. Может быть, если мне это будет интересно. Как братья мои скажут, как скажет моя семья. Если скажут, Сашко, мы тебе доверяем, иди. Не смогу отказаться. Может на президентские, может на парламентские пойду. А может, если здесь все устаканится, я уеду с Украины совсем. Чего? Так скучно жить станет. Поеду дальше. На веселую жизнь именем революции Александр Музычко обложил данью в запад Украины. Платят даже силовики. Вот какие данные приводит депутат Верховной Рады Геннадий Москаль. Сам из симпатизирующей Майдану партии Батькивщина. Представители Союза автомобилистов Ровенской потребовали в кабинете у Семенюка заявление на увольнение. Однако он перезвонил Музычко и тот по телефону пригрозил этим представителям ноги переломать, если они еще раз там появятся. При сдаче помещения Ровенской областной государственной администрации заместитель губернатора Нахименко заплатил 10 тысяч долларов Музычко за охрану, то есть за то, чтобы ничего не разрушали и не выносили. Музычко потребовал бывшего руководителя Ровенской райгосадминистрации Кропинчука 700 тысяч долларов за то, что Музычко не будет поднимать вопрос о многочисленных злоупотреблениях Кропинчука при распределении земли в Ровенском районе. В милицию Кропинчук боится обращаться, поскольку Музычко провозгласил, что он и есть правосудие в области. Националисты из правого сектора Музычко поддерживают. Один из лидеров Андрей Тарасенко заявил, что не видит причин отворачиваться от соратника. Несмотря на то, что уже майдановские генпрокуратура и МВД возбудили уголовное дело, Музычко на свободе главведомств пообещал повесить на суку. Насилие – новая украинская реальность. Вчера неизвестные напали на районную прокуратуру в Киеве. Жестоко избили одного из сотрудников, сообщает агентство Интерфакс Украина. Они наносили удары дубинками и использовали электрошокеры. Кроме того, правонарушители угрожали убить его и семью, если в течение суток он не покинет Киев. При этом нападавшие требовали от прокурора написать заявление об увольнении и отказаться от поддержания государственного обвинения в уголовном производстве, которое сейчас находится на рассмотрении в Святошинском райсуде столицы. Касалось дело бытового преступления или расследования деятельности радикалов, прокуратура журналистам не сообщает. А российскую прессу продолжают выдавливать из страны. Совбез Украины запретил провайдерам транслировать пять крупнейших российских каналов. В черном списке и первый канал – Всемирная сеть. Представитель ОБСЕ по свободе слова Дунья Миятович назвала это проявлением цензуры. Я повторяю свой призыв к властям не прибегать к подобным репрессивным мерам. Прекращение вещания беззаконных на то оснований является формой цензуры. Нельзя оправдывать соображениями национальной безопасности ущемление свободы слова. Новости Первого канала по-прежнему доступны на сайте 1tv.ru. Одна из наиболее важных из Киева на сегодняшний день – Высший административный суд Украины начал проверку законности полномочий Александра Турчинова, исполняющего обязанности президента. Иск подал донецкий адвокат Владимир Аленцевич. Он просит признать противоправными действия Верховной Рады, поскольку депутаты возложили на Турчинова обязанности главы государства в тот момент, когда у власти находился законно избранный президент. Сегодня Басман из Суд Москвы выдал санкцию на заочный арест лидера украинских ультранационалистов Дмитрия Ярыша. Ему предъявлено обвинение по статье о публичных призывах к террористической экстремистской деятельности. В информации Следственного комитета, лидер правого сектора разместил на одном из интернет-сайтов соответствующее обращение к главарю бандитского подколя на Северном Кавказе до Каумарову. Добавлю ранее, Ярыш был объявлен в международный розыск. Власти Крыма завершают подготовку к референдуму. Бюллетени уже доставлены во все избирательные комиссии. Сейчас самое главное – не допустить провокаций, взрывов и проникновения боевиков с оружием. Такие пытки постоянно предпринимаются, и вы сейчас увидите, что боевики пытаются провести на территорию республики. Экстремисты правого сектора уже в Крыму задержать боевика удалось отрядам народной самообороны прямо перед воротами украинской воинской части. Он призывал солдат украинских, находящихся в части, к оружию. Ножи, пистолет, металлические прутья, газовые баллончики и дымовые шашки. Арсенал Майдана этот человек пытался применить уже на полуострове. У провокатора нашли документы, подтверждающие его причастность к ультранационалистическим группировкам. Вот это, к примеру, пропуск в захваченное здание в Киеве. Заряженный пистолет и вот еще патроны у меня в руке. В Верховном Совете после совещания с силовиками решили ввести временное ограничение для въезда в Крым. Для того, чтобы люди с неадекватной психикой, которых, к сожалению, очень много, не могли пересечь границы полуострова. Это короткое ограничение до референдума. Потом все войдет в норму, будет пограничный пост, паспортный контроль. Если человек нормальный, не находится в розыске, не принадлежит никакой организации, не бросал в крымчан коктейлями молотого, значит, им милости просим на территорию Автономной Республики Крым. Вечером премьер автономии Сергей Аксенов заявил о подготовке киевскими властями в вооруженных столкновениях. По его словам, сценарий срыва референдума на полуострове обсуждался на совещании Совбеза. Только что мы получили информацию о закрытом заседании РНБО Совета национальной безопасности и обороны в городе Киеве, которое прошло под предводителем самоназванных руководителей, так называемых, самоназванных руководителей украинского государства. Есть четко подтвержденная информация о том, что на этом заседании дано указание справному сектору подготовить ряд людей, которые будут переодеты в форму офицеров и солдат вооруженных сил Российской Федерации. Целью которых будет являться нападение на воинские части украинской армии на территории Автономной Республики Крым с целью создания вооруженного конфликта. Отряды Народной Самообороны переведены на усиленный вариант несения службы. В Крыму мобилизовано более трех тысяч добровольцев. Чем ближе до дня референдума, намеченного на 16 марта, тем больше информации о готовящихся провокациях на полуострове, в том числе с применением огнестрельного оружия. Отряды Самообороны сейчас контролируют въезды во все воинские части, досматривают автомобили, чтобы исключить вывоз оружия, которое может оказаться в руках радикалов. Блокируем часть, дабы не вывезли оружие, вооружение. В Севастополе народные дружины получили официальный статус и права наравне с муниципальной милицией. Дружинники будут охранять порядок в день голосования по всему Крыму. Воздушное пространство над Крымом почти полностью закрыто. Две авиакомпании, выполняющие рейсы из Крыма в Киев и обратно, до 18 марта прекратили полеты. Но, как заявили в Совмении, это не помешает международным наблюдателям, в том числе из ОБСЕ, прибыть на референдум в Крым, поездам или автомобильным транспортом. Парламент автономии направил им официальное приглашение. К сожалению, господин Дидье Бургхалтер, который является официальным руководителем ОБСЕ, на сегодня сказал, что без официального приглашения киевских властей они не прибудут на территорию Крыма. У нас возникает большой вопрос, и я уже говорил о том, что многие международные организации пользуются двойными стандартами. Вы были в Косово в качестве наблюдателей, хотя приглашения Сербии и Белграда официального не было для этих организаций, а сегодня вы, пользуясь вдруг международным правом и отказом украинских властей пригласить на референдум, не прибывайте сюда. Тем, кто намерен прийти на избирательные участки в ближайшее воскресенье, стали поступать угрозы. Так жители поселка Чапаевка провокаторы пугают даже войной в случае вхождения Крыма в состав России. Панику сеют в основном среди крымско-татарского населения полуострова. Их пугают, что у них отберут земли, что у них отберут бизнес, что их будут выселять, что будет война. Кто это делает и для чего? Да, нас охраняют, наш обиженный Беркут, да, нас охраняют наши мужчины. И ваши мужчины ходят у нас, дежурят на перекрестках по улицам. Наши мужчины ходят. И не надо провоцировать друг друга. Пожалуйста, мы все хотим жить в мире, как раньше жили, и спокойствие. Давайте все пойдем на референдум, скажем свое слово. Ваше слово – это ваше слово. Мое мнение – это мое мнение. Верховный совет принял ряд решений, направленных на поддержку крымско-татарского языка и культуры, развитие дошкольного, среднего и высшего образования. Кроме того, крымским татарам предоставят не менее 20% мест в республиканском парламенте. Украина сегодня и вообще все 23 года своей независимости все делала для того, чтобы торпедировать реализацию наказа крымско-татаровского народа. Чтобы она всячески препятствовала принятию закона о реабилитации крымских татар. Помимо России, которая это приняла, и наши же соотечественники реализуют эти права, будучи в России. Предстоящий референдум сегодня поддержал и форум межнационального согласия Крыма. Десятки национальных общин и землячества республики высказались за вхождение Крыма в состав России. Для объективного информирования о происходящем на полуострове создано новое информационное агентство «Крыминформ». Помимо новостной ленты на сайте агентства – аналитические материалы, интервью, комментарии политиков и экспертов. Сегодня в республиканском Центризбиркоме более полутора миллионов бланков развезли по всем 27 округам. Отпечатанные бюллетени составлены на трех языках – русском, украинском и крымско-татарском. Подготовка к референдуму идет полным ходом. Конечно, очень сжатые сроки, но комиссии работают у нас все, имеют большой опыт работы в комиссии на выборах разного уровня. С кем крымчане хотят жить дальше – вопрос, на который ответ кажется очевиден. Россия! Россия! Виталий Каченко, Алена Иваниченко, Денис Погорелый, Павел Силин. Первый канал. Симферополь. Крым. Позицию президента России Владимира Путина по ситуации в Крыму и на Украине поддержали деятели культуры. Более ста человек подписали обращение, текст которого опубликован на сайте Министерства культуры. В письме подчеркивается – народы России и Украины имеют общую историю и общие корни. Нас объединяют духовные истоки, фундаментальные ценности и язык. Авторы документа, среди которых Юрий Башмет, Валерий Гергиев, Алексей Баталов, Игорь Бутман, Василий Лановой, Денис Мацуев, Владимир Спиваков, Олег Табаков, Людмила Чурсина, Карен Шахназаров – все эти люди считают, в нынешних условиях они не могут остаться равнодушными. Мой папа участвовал в штурме Севастополя, будучи ему было сколько тогда? 19 лет. И Крым освобождал. И он, конечно, воевал за русский город. И вот он бы меня абсолютно не понял, если бы я свою позицию каким-то образом не проявил. Сегодня действия нашего руководства, они вполне адекватны, сложившись ситуацией. Крым нельзя оторвать от России. Крым – это Чехов, Крым – это Пушкин, Крым – это Севастополь. И когда вместо памятника Нахимова поставят памятник Бандере, понимаете, я против этого. Я понимаю людей, которые этого не хотят. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил России разместить на своей территории дополнительно до 15 боевых самолетов. Как объяснил белорусский лидер, это связано с активностью НАТО у границ государства. Нам, конечно, нет необходимости, может быть, в дополнительных военно-воздушных силах, но по плану Российская Федерация обязана по этому плану, а это законный документ, поддерживать Беларусь, в том числе и в рамках ВВС. Если с Италии переброшены полтора десятка самолетов, я думаю, надо позвонить, не просто думаю, а надо связаться с начальником Генштаба России и предложить им, чтобы то усиление, которое они обязаны, предоставить нам, ну, не более, допустим, сейчас 12-15 самолетов, перегнать на территорию Беларуси, определить маршруты патрулирования, как мы с вами сделали для своих, и еще запасные маршруты. И пускай работают, патрулируют.